Магия добрых слов или как реагировать на комплименты. Вы смотрите программу социальный эксперимент в этом выпуске. Герой нашей программы кинезиолог Иван Савченко. Здравствуйте! Добрый день! Ваша задача подмечать в людях что-то хорошее и говорить об этом. Какая будет реакция? Как думаете? Мы с вами находимся в Одессе, поэтому я более чем уверен, что люди будут открыты и очень тепло принимать комплименты. Ну давайте проверим. Давайте проверим. Вам кто-то говорил, что вы сегодня реально очень хорошо выглядите? Тогда я буду первый. У вас очень красивая улыбка, у вас взгляд просто такой проницательный и парень гордостый. Такими красавицами. Такими красавицами прямо так. Положительная эмоция одна из важнейших психологических потребностей. Похвала способна заставить организм человека выбрасывать в кровь так называемые гормоны счастья. А это улучшает настроение и продлевает молодость. А вам сегодня говорят, что вы сегодня очень хорошо выглядите? Спасибо большое. Вы очень хорошо выглядите? Спасибо, я всегда так. Это очень правильно. Всего доброго. Чтобы создать оптимальный для здоровья эмоциональный фон, достаточно соблюдать правила семи. Хороших эмоций должно быть семь раз больше, чем отрицательных. Так что похвала и комплименты важны, даже если они сделаны неловко и выглядят льстиво. Достаточно вспомнить слова из басни Крылова. И в сердце льстец всегда тыщет уголок. А вы сегодня очень хорошо выглядите? Да, спасибо большое. Важная жизненная потребность – чувство собственной значимости. Или желание быть великим, как называл его Фрейд. Признание другими людьми наших достижений или одобрение поступков способно поднять нашу самооценку. Избавить от внутреннего дискомфорта и зарядить оптимизмом. Ребята, а вам говорили, что очень красивая пара? Заварились. Отлично. Но вы сегодня очень хорошо выглядите. Спасибо большое. А вы джентльмены? Ой, спасибо. Мало таких сегодня воспитанных, таких комплиментов, которые уступят женщине. Сейчас мы проводим социальный проект, как люди реагируют на комплименты. Это седьмой канал. Можете помахать туда ручкой. Мы проверяем, как людям на комплименты. Вы первый человек, который именно очень по-доброму. Можно вас обниму? Давайте. Всего доброго. Вам хорошего дня. Кстати, это очень хорошая акция «За границей надо». Потому что есть люди очень много одиноких, у которых никого нет и просто нужно тепло дышать. Ну, такое тоже бывает. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Я Галина, лезу сердечную руку и очень приятно помолюсь за вас, Ванечка. Вам всего доброго. Хорошего дня. Всего миленьких. Пока. Если постоянно говорить о положительных качествах или талантах человека, рано или поздно он поверит в свои способности, благодаря чему сможет их проявить наилучшим образом. Вы очень хорошо выглядите сегодня. Благодарю. Подождите секундочку. А вам говорили, что вы очень хорошо выглядите сегодня. По скоротке, извините. Вы что? Вы очень хорошо выглядите. Это очень здорово. Умение делать комплименты – это показатель того, что человек внимателен к окружающим, может видеть их достоинства и красиво о них говорить. А главное, что ему хочется дарить другим позитивные эмоции. У вас сегодня будет очень хороший день. Вам сегодня опитально повезет. Ну да. Честное слово. Серьезно? По какому случаю? Просто сегодня хороший день. Серьезно? Да. Ну вот, видишь. Мне уже повезло. Вот, видите, как здорово. Я вот был на конференции, и меня не заставили выступать, я выступал, там, доклад. Сказали, да, 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 обойдемся. Обойдемся. Видишь, повезло как. Нужно оптимистам в любой ситуации. Естественно. Любой. Абсолютно верю. Любой оптимистам. Какие бы условия ни были, но чтобы в жизни разные бывали. Всегда только оптимизм. Вам всего доброго. Спасибо. Вам хорошего дня. Вам еще больше повезет сегодня. Сегодня? Еще больше, честное слово. Ну, договорились. Научитесь принимать комплименты без возражений или умоления своих достоинств. Реагируйте на добрые слова, тепло, естественно и с благодарностью. Если комплимент получился неуместным или попросту неприятным, лучше всего ответить на него сдержанной улыбкой и сразу сменить тему беседы. Так вы поможете человеку сохранить лицо, ведь он мог иметь хорошие намерения. А задуманное осуществил довольно неловко. Ну что, самое время подводить итоги. Как все прошло? Ну, как сказать. Очень многие люди принимали это черство, проходили мимо, но некоторые говорили спасибо. Как говорили? Врукнули спасибо и пошли дальше. По поводу мужчин вообще не понимали, что происходит. Что ты мне сказал? Шапка? Какая борода там? Девушки, да, это же более сукилояльней. Молодые девушки, так, ой, спасибо, так и побежали дальше. От 35 до 55 более так сковано были, не понимали, там, волосы красивые, глаза красивые, там, нормальный парень или как. Пенсионеры очень более радушно говорили, ой, спасибо большое, сынок. Некоторые даже пообщались, там, даже немножко историю свою рассказали. Им было очень приятно. Поэтому, ну, мне кажется, мы сделали хорошее дело. Хоть каким-то людям мы сделали приятно, это уже многого стоит. Какой человек вам запомнился больше всего? Какая реакция? Тут две реакции. Или полный игнор, когда просто, даже не слушая, пролетали, как броненосец вперед. И вот пару пенсионеров очень обрадовались. Им было очень приятно. Они даже говорили, вы больше такого делаете. Две реакции. Но все-таки последнее мне намного больше понравилось. А вот как все обстоит с точки зрения психологии. Для того, чтобы вот этот процесс доверия сформировался, чтобы мы научились доверять другим людям, да, особенно незнакомцам. По сути, незнакомцам нет причин доверять. Мы не знаем этих людей. Что плохого в том, чтобы испытывать радость, удовольствие, удовлетворение от комплиментов? На самом деле, угрозы рациональные практически никогда не существуют. Это какой-то иррациональный страх. Да? Позвольте себе радоваться от того, что кто-то замечает ваши особенности, им это нравится, что они не пугаются вам говорить об этом. Переживайте это удовольствие от такого приятного текста ваш адрес.